Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждому из нас, дорогие братья и сестры, я просто уверен, с детства хорошо знакомо выражение «Не закапывай свой талант в землю». Такими словами нас в детстве научали наши родители. Этими же словами мы сейчас наставляем своих детей. И это же выражение мы используем, когда хотим поддержать наших знакомых, наших близких. Но при этом мы забываем, что эти слова являются прямой цитатой из евангельской притчи, которую мы сегодня с вами слышали за литургию. Притчи о талантах, в которой рассказывалось о трех слугах, трех рабах, каждому из которому хозяин вручил небольшое количество серебра, измеряемого в талантах. И вот двое из этих слуг пошли, приумножили эти таланты, за что и получили по поводу своего хозяина. А вот последний, третий слуга, он пошел и просто закопал это серебро, этот талант в землю, за что и получил охлаждение от своего хозяина. Мораль этой притчи, казалось бы, очень проста. Христианство всякое недолжное отношение к своим талантам считает грехом. А вот если человек развивает таланты, свои таланты в той сфере деятельности, в которой он находится, то это считается добродетелем. Вот такой вывод напрашивается из сегодняшней притчи. Но это не совсем так. Здесь есть одно очень слабое место. Например, представим с вами человека, который искусно играет на скрипке, действительно является профессионалом в этом деле, достиг большого успеха в любви на скрипке. Всемирно известный человек развил свой талант максимально, но при этом он пьяница, он дебошир, он сквернослов. Либо, например, представим человека, который является олимпийским чемпионом, который за свою жизнь совершил несколько рекордов мировых, но при этом является горделивым человеком. Можем ли мы сказать, что талант этих людей является благом в очах Бога? Можем ли мы сказать, что талант этих людей является добродетелем в глазах Бога? Очевидно, что здесь что-то не так. И вот для того, чтобы понять, что здесь не так, давайте вернемся вновь к сюжету сегодняшней евангельской притчи. Да, действительно, в притче под талантом подразумевается особый дар, ценность, которую человек приобретает и от отношения к которой зависит судьба вечности самого человека. Но при этом человек обязан не просто сохранить этот талант, даже, скажем так, не столько сохранить, только приумножить, то есть получить прибыль от этого таланта. Ведь именно из-за отсутствия прибыли и был осужден наказом неблагоразумный слуга из сегодняшней евангельской притчи. Поэтому здесь для нас возникает, как минимум, два вопроса. Что же такое талант в нашем современном понимании и какую прибыль должен получить человек от этого таланта? И вот, говоря последним о прибыли, всем церковным полкователям говорят о том, что прибыль — это те добрые дела, которые должен совершать человек, используя талант, полученный им от Бога. Если не будет этих добрых дел, то все наши усилия, все наши силы, направленные на совершенствование наших талантов, будут просто пусты и бесполезны. Художник, который десятилетиями оттачивает свое умение, свой штрих, свои линии, либо композитом, музыкантом, оттачивающий свой звук, либо тот же самый атлет, либо писатель, оттачивающий свой слог, свой стиль, свой тэмп, все это будет бесполезным с христианской точки зрения, если все это не будет направлено на пользу и на благо человека. С позиции православной церкви самый лучший способ закопать свой талант — это развивать его ради себе, ради своей гордыни, ради своего самолюбия. Почему так? Да потому что все, что мы совершаем ради ближнего, мы совершаем ради Господа. Всякого человека, который воскрещает на своем жизненной пути, этот человек является неравнотворной иконой самого Христа, живой иконой, живым образом самого Христа, которую мы обязаны видеть в любом человеке. Даже в таких, на наш взгляд, социально низких, по своему положению, людей, как пьяни, сочинения и бомжа. Поверьте, на страшном суде Господь никого из нас не спросит, за сколько мы пробегаем 100 ветров, сколько мы почитали, написали романов за свою жизнь, сколько мы подтягиваемся, сколько мы сыграли главных ролей на сцене. Нам будет предложено дать ответ за более простые дела. Одень ли мы наговор? Накормили ли мы голодного человека? Помогли ли мы человеку, находящемуся в беде? Если не будет этих дел, то все наши попытки, все наши силы на то, чтобы отточить наши таланты, будут бесполезными и пустыми. Они даже не будут идти на пользу. Это будет подобно тому, как просто бессмысленно очищать, начищать те дары, которые мы получили под Богом. Для того, чтобы глубже понять сегодняшнюю речью, расскажу вам судьбу одного советского спортсмена по имени Шаварков Карапетян. Это был человек 11-ти кратный рекордсмен мира, 17-ти кратный чемпион мира, 13-ти кратный чемпион Европы, 7-ти кратный чемпион СССР. В 1976 году в городе Ереване случилось так, что с горной дороги автобус свалился, сорвался в озеро в дамбу и 92 человек оказались бы заживо погребенными в этой коробке металла, в этой холодной воде, если бы не Карапетян, который являлся чемпионом по подводному плану. Он совсем недалеко от этого места прогуливался, не задумываясь, он бросился в озеро и в итоге 20 спасенных людей. Когда у него спросили, что было самым сложным, он сказал, что сложно было делать выбор. Он понимал, что 92 человека не спасет. И сложно было принять решение, кому жить, а кому умереть. В итоге 20 спасенных жизней, а сам он получил двустороннее воспаление легких, потому что вода была очень холодная, получил заражение своего организма, потому что вода была очень грязная, сюда сбрасывали стоки, грязь соседнего города. И как врачи не боролись за его здоровье, в конце концов он остался инвалидом и речи никакой не шло уже о том, чтобы возвращаться в большой скорб. Таким вот образом, этим поступком, он похоронил навсегда свой великолепный дар, талант великого плодца. Но при этом дар любви к человеку, который ему тоже подарил Господь от рождения, за эти 20 страшных минут он преумножил многократно. Вот ради этого поступка, ради этого момента и он жил всю свою жизнь. Ради этого поступка он и совершенствовал, отдачил то мастерство, тот талант великого плодца, который вручил ему Господь от его рождения. Почему я про это говорю? Да потому что у каждого из нас на нашем жизненном пути каждый день, поверьте, бывают вот такие свои маленькие автобусы в воде. Нужно просто научиться их встречать, видеть, научиться быть горячим, близким в виде близкого человека. И для того, чтобы помогать, не нужно быть чемпионом мира, нужно оставаться просто человеком. Выйти из-за границы своей гордыни, своего самолюбия, своего эгоизма и помочь человеку тем, чем мы можем помочь сейчас. Употребить тот талант, которым нас Господь наградит именно сейчас и в данный момент. Аминь. Спасибо.